Кью Сайбер. Технологии будущего. Сразу перейдем в автомобиль для тестирования. Здесь у нас сразу в комплекте идет гарантийный талон от компании Кью Бер. Также инструкция на русском языке полностью, так как продукт у нас российский. Идет в комплекте сама липучка, гайка на шарнир закрепить. Потом второй комплект у нас идет держатель для рефлектора с двумя режимами зажатия. На двоечку, на единичку. И сам зарядка и держатель. Так, в коробке еще также должен быть USB кабель. Что самое интересное, это у нас не micro USB, а уже Type-C разъем с логотипом Кью Бер. Сразу видим два окошка, это сенсор приближения и скорее всего освещенности, потому что он реагирует на тень и на приближение. И также снизу у нас идет индикатор. В красном горит, что значит все в порядке. В синим значит телефон заряжается. И если мигает красным, значит какая-то неисправность. Кнопка для открытия боковых створок. Боковые створки у нас здесь прорезинены. Также поверхность беспроводной зарядки прорезинена. Самая пластиковая. И с обратной стороны у нас крепеж под, как говорится, или дефлектор. Вставляем в машину. Мы это все продемонстрируем чуть попозже. Или просто на липучку. Липучка здесь на 360 градусов. Не просто присутка вакуумная, а она еще и липкая. Если уже прилепили, то уже даже ее фиксировать не нужно. Она уже намертво прилипает. У меня такая же похожая система стоит уже в автомобиле, но обычный держатель. Один раз поставил и уже отодрать невозможно. Ну, точнее, возможно, но с большим усилием. По крайней мере, телефон никуда не убежит. Все, зажали. Теперь она сидит фиксирована и плотно. Зажимаем здесь. И зажимаем здесь. В принципе, все легко и просто. Никаких трудностей здесь я не вижу. Что гарантирует данный магазин? Беспроводную зарядку, стабильность работы, поддержка большинства устройств, различные способы крепления, поворот на 360 градусов и безопасность. Кстати, стоит система защиты от перегрева, поэтому боятся, что зарядка может перегреться и вспыхнуть. Этого не произойдет. Type-C разъем подключаем и также подключаем к USB. Сначала через простую USB проверим, а потом через автомобильный прикуриватель. Итак, лампочка загорелась. Берем телефон, вставляем. Ох, сразу моментально реагирует. И пошла зарядка, как видим. Сразу моментально. Расстояние между плоскостями телефона 6 мм, поэтому можно использовать даже в чехле телефон. В довольно толстом чехле. У меня этот толстенький чехольчик здесь. Поэтому реагирует она вообще моментально. Раз, зацепило и все. По мощности беспроводной зарядки у нас КПД 70%. И отдает она максимум 1 Ампер. 5 Вольт 1 Ампер. Для экранов от 4,5 дюймов до 6 дюймов. Поэтому, хотя у меня тут идет 6,2 самсунг. А плюс чехол все 6,3 будет. Поэтому здесь никаких проблем не вижу. Ну вот кнопка есть. Срабатывает моментально. Варил с чарчем, спроводная зарядка. Установили. Зарядка пошла. Очень удобно и практично, кстати. Не надо постоянно или двумя пальцами вставлять простую держалку. Здесь одним пальцем, одной рукой можно все это снять. И также одной рукой все поставить. Не надо отвлекаться. Раз, сняли. Поставили. Моментально срабатывает. Без каких-либо проблем. Нажимаю кнопочку. Снимаю. Подношу. Зажало. Держит, кстати, уверенно. Но так рекомендую к приобретению. Ссылку оставлю в описании под видео. Также с промокодом на хорошую скидку в описании под видео. Мора. Сможете приобрести с хорошей скидкой данный гаджет в данном магазине. Переходим к тестам. Итак, смотрим на деле, как он работает. Автоматический держатель с беспроводной зарядкой в автомобиле. Берем телефон. Поставляем. Схватывает. И сразу идет заряд. В принципе, очень удобно. Не надо никаких заморочек с оттягиванием одним пальцем дуги, как это в обычных идет держалках. Также не надо вставлять постоянно провод. Просто нажали кнопочку. Достали. Также его не надо, как говорится, снимать, отдирать от этой подставки. Что касательно я покажу и на обычной, которой я пользовался до этого. Например, вставлять, да, без проблем. Никаких трудностей здесь я не вижу. Все одной рукой. Единственное, что неудобно, если надо будет постоянно брать провод, например, достаем отсюда и вставлять его сюда. Тем самым разбивая гнездо телефона, что не есть АЭС. Ну и такой же минус, это, как я считаю, снимать данный телефон. Не всегда это бывает удобно. Бывает сама подставка уезжает. А здесь, в принципе, без всяких усилий. Просто подложили, вставился и сразу пошла зарядка. Очень удобно, очень практично. Также все регулировочные наши кронштейны на все 360 градусов. Как угодно можете его поставить. Боком, раком и так далее. В принципе, вещь удобная и практичная. Также кнопочка сбоку, которая позволяет открыть наш держатель. Также бывают и лишние срабатывания, потому что датчик работает где-то на сантиметров 10. И поэтому бывают холостые срабатывания, что есть не очень приятно. Но я думаю, это мелочи жизни. А так, в принципе, очень классно, практично и без всяких заморочек. Не надо постоянно вставлять провода. Все всегда на своем месте. Поэтому остается только приобрести такой вот держатель автоматически. Удобно. Вот видите, надо всегда палец подставлять, чтобы не содрать это. А здесь все удобно. Круто. Ничего не могу сказать против. Рекомендую к приобретению в магазине Кьюберт. Ссылка будет в описании под видео. Кого заинтересовало, можете приобретать. Ну, срабатывает. А если ребром? Ребром не срабатывает. Только на плоскость. Да. Ну, срабатывает моментально. Что даже очень круто. Удобная штука. И также держатель на рефлектор. С двумя положениями. Здесь у нас показано цифрами. Римскими 1.2 по жесткости. Например, открываем. Вставляем на нижний. И на единичку. По жесткости держит очень уверенно. На двоечку уже зацепить не получается. Но это совсем мертвая хватка. Я думаю, на более тонкие рефлекторы вот эти вот оно подойдет. А так тоже удобно. Ну, и как видим, на рефлекторе также она удобна и практична. Поставили. И все. Главное, чтобы была у нас прикурка и провод. Провод можно покороче. Так она открываться в холостую никак не будет. Только по нажатию кнопки. Потому что датчики у нас приближения закрыты в этот момент. Палец поднесли. Открывается. Телефон. Крутая вещь. Рекомендую. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Кью Сайбер. Технологии будущего. Субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...